То сегодня я буду периодически, ну, что называется, посылать вас на другие наши школы, потому что некоторые темы, которые мы сегодня будем затрагивать, они уже были оговорены ранее в наших школах. Те, кто их смотрел, замечательно. Те, кто не смотрел, пожалуйста, можно будет к ним вернуться. Все у нас они представлены на сайте в разделе школы ревматологии, начиная с 2020 года. Мы про много чего уже рассказали. Но будут и те нозологии, те темы, которые мы не оговаривали, безусловно, новые. Поэтому я думаю, что школа будет интересным и пациентам, и в том числе врачам. Я вижу, что у нас присутствуют разные абсолютно, как и всегда, зрители. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Мы, во-первых, дадим определение. Поговорим о тех патологиях, которые чаще всего вызывают тазовую боль. Затем мы проговорим про некоторые основные, наиболее частые скелетно-мышечные проблемы, которые дают тазовую боль. И в третьей части мы проговорим немножечко о синдроме хронической тазовой боли. Сразу скажу, что здесь я, так скажем, пойду немножко не в свою епархию, потому что синдромом хронической первичной тазовой боли занимаются очень часто гинекологи-урологи. Но, по крайней мере, какую-то общую информацию, касающуюся данного синдрома, я думаю, что смогу дать, и это будет полезно и интересно. Ну, давайте. Итак, что же такое тазовая боль? Начинаем, конечно, мы всегда с определением. Где-то, может быть, слайды, если они будут сложными, пожалуйста, спрашивайте. У нас, как всегда, внизу есть чат, у нас есть вопросы вверху, да, где со знаком вопросика. Можно там задавать. Я, если вижу вопрос, относящийся прямо непосредственно к слайду, я могу сразу зачитать. Ну, либо, как обычно, отвечаем на вопросы в конце. Итак, что же такое тазовая боль? Посмотрите, до недавнего времени какого-то единого определения тазовой боли не было. Да, синдром тазовой боли или вообще что такое тазовая боль? Это боль где? В гинекологии, посмотрите, определяли тазовую боль, как чувство дискомфорта в нижней части живота, тазолона в пояснично-крестцовой области. В урологии просто говорили боль в структурах таза, испытывая мужчина или женщина. Да, очень такое понятие растяжимое. Ну и, наконец, уже ближе к 2010 году появилось определение, которое используются в настоящее время. Это боль или дискомфорт. То есть это не всегда может пациент описывать именно как явную боль. Это может быть и небольшие болевые ощущения, описываемые как ощущение дискомфорта. Локализованы в пределах от лонной области, тут довольно-таки сложно, да, от лонной области до гениталий, вентрально, до хрестца и гадисдорсально, то есть сзади, да, до люмбосакрального перехода, да, то есть до перехода между поясничным и крестцовым отделом позвоночника сзади, да, от крестцово-копчевого сочинения до промежности, от гребня подвздошной кости до максимальных, то есть до верхних отделов бедра латерального. Ну, вот чтобы было более понятно, здесь как раз вот эта вот картиночка изображена. Давайте я сейчас указку покажу. Вот эта темная красная зона, это вот та зона, которая как бы и понимается под тазовой областью, да, под тазовой болью. Здесь красными точками боли, редкими, показано, куда эта боль может эрадиировать. Посмотрите, она может эрадиировать, особенно при синдроме первичной тазовой боли, она может эрадиировать и в другие, и в ножные конечности, и даже в спину. Но вот это вот темное такое наиболее красное, это и есть вот та самая тазовая боль, синдром тазовой боли, там, где он локализуется, про то, что мы сегодня будем говорить. Есть, так скажем, неофициальная еще топографическая классификация, некоторыми авторами предложена топографическая классификация, каким образом эта боль в тазовой области может быть подразделена. Это просто вот термины, да, привожу, скажем так, для примера, все здесь в принципе понятно, там, где болит, ну и, соответственно, термин всегда у нас идет от латицкого названия, плюс добавляется слово там алгея, единия и так далее. То есть это разделяется на боль в лонной области, в глубине малого таза, в крестце, в ягодичной области, в паховой, в ванно-копчиковой области, да, то есть вокруг анального отверстия и копчика, в промежности, в гениталиях и, наконец, в максимальных отделах наружной поверхности бедра. Безусловно, мы как врачи-ревматологи, да, я здесь в роли, конечно, прежде всего, врача-ревматолога, мы редко работаем, например, и вряд ли к нам придут пациенты, у которых, например, боль в промежности, да, или боль в гениталиях. Но при этом к нам могут прийти пациенты, у которых боль в прице, в ягодичной области, в паховой области, например, в максимальных отделах наружной поверхности бедра. И сегодня мы как раз вот о тех патологиях, которые могут давать вот эти боли в тазовой области, немножечко и поговорим. Именно все-таки в первую очередь скелетно-мышечно. Если взглянуть на общую вот такую классную, скажем так, не классификацию, а распределение вот этих вот болей в тазовой области по нозологиям, то я позволю здесь привести себе данные российских авторов. Вообще вот если вдруг коллеги у нас есть, да, коллеги, заинтересуйтесь, вот это вот имя извозчиков, по-моему, Сергей Борисович, у него, ну, наверное, наибольшее число статей, вот то, что я увидела, есть даже целая монография по именно синдрому тазовой боли. Поэтому если вот будете смотреть литературу, то это имя вам наверняка встретится. Так вот, под его руководством была выполнена работа, где проанализировано было 576 пациентов. Он сам невролог, 576 пациентов, которые обратились на прием с тазовой болью. И вот посмотрите те патологии, которые им были диагностированы в конечном итоге. Что чаще всего встречается, да, вот здесь мы видим, жирненьким выделена, так скажем, боль в той области, в какой она встречалась, да, а дальше уже по конкретным патологиям. Я позволила себе тоже привести из этого источника не всю таблицу, потому что там наиболее частые патологии в различных областях, которые вот встречались в этой работе. Итак, боль в кресце, посмотрите, составляла 30%, вот 30% пациентов описывали боль в кресце, да, как боль в тазовой области, да, вот из 576. Из этих это 174% в абсолютном количестве. Я просто на первом примере расскажу, да, как цифры читать, а потом будет уже понятно. Так вот, из этих 174%, посмотрите, у 89% была выявлена патология пояснично-крестцово-делопозночника, что составила 51,1%, и у 81% патология крестцово-подвздошного сустава, что составила 46,6%. В сумме мы понимаем, что это почти 98%, да, там буквально 2 с небольшим процентом оставались на другие патологии. Повторюсь, вот здесь я в таблицу не стала включать, дабы ее не перегружать. Но наиболее частые проблемы, я думаю, понятны. Далее, второй пункт, боль в ягодичной области. Посмотрите, каждый четвертый пациент, почти 25%. Опять же, чаще всего это была патология грушевидная мышца, каждый третий, ягодичных мышц, тоже пояснично-крестцовый, и патология крестцово-подвздошного сустава. То есть, посмотрите, одна и та же патология в конечном итоге, например, пояснично-крестцовый отдел позвоночника или крестцово-подвздошного сустава, она могла проявляться как болью в крестце, так и болью в ягодичной области, да, то есть локализация боли могла быть разной, патология могла быть одна. Боль в паховой области, опять же, мы смотрим, сколько процентов пациентов, 22,6, довольно большое число пациентов. Опять же, у них была выявлена патология тазобедренного сустава, опять же, крестцово-подвздошного, да, сюда вот она относилась, лоново-сочтение, приводя их, может, к бедра. То есть, вот посмотрите, например, тот же крестцово-подвздошный сустав, он мог давать боли в крестовую область, в ягодичную область, еще и в паховой область. Поэтому, если мы вот эти вот проценты, например, здесь сможем, даун, то у нас получится больше ста, потому что боль в одной области могла проявляться разными, разными проявлениями, да. Вообще, зачем нам, давайте дальше покажу, потом прокомментирую. Боль в максимальных отделах наружной поверхности бедра, 12% пациентов, и посмотрите, почти все они, подавляющее большинство, это патология большого верхнего. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. Боль в ванно-копчиковой области, вот здесь уже всего около 5% пациентов, но большинство из них это патология крестцово-копчевого сочленения. Боль в гениталиях 2%, промежности 1,9%, из них синдром мышц тазового дна самый яркий. Ну и боль в лунной области, немного пациентов, но посмотрите, почти все они с патологией лунного симфиза, тоже мы о ней здесь поговорим, потому что у нас не было сколько посвященных вот этой теме, и вот я думаю, что здесь немножко затронуть ее тоже будет интересно. Зачем нам вообще вот это вот знать, да? Мы всегда говорим о том, что частые болезни бывают часто, редкие болезни бывают редко. И зная примерно вот такое вот распределение, что вызывает чаще всего синдром боли в тазовой области, то мы можем, ну, как бы начинать от самых частых заболеваний, а потом уже переходить к наиболее редким, как причине боли, ну, и имея больше шансов ее найти. Вот. Ну, я думаю, что примерно вот здесь по статистике понятно, давайте мы пойдем дальше. Кстати говоря, сегодняшние еще особенности сегодняшней лекции, ну, проговорила я уже об этом, да, буду сейчас возвращаться, что буду периодически вас отсылать к разным школам. Поэтому давайте мы с вами поговорим обо всех патологиях, которые здесь перечислены в таблице, нам, безусловно, поговорить, наверное, не получится. Поговорим о тех, которые, ну, являются наиболее часто встречающимися. И первое, конечно, это остеоартрит. Школа у нас была по остеоартриту, она была одной из первых, мне кажется, это был конец 2020 года или начало 2021 года. Вот остеоартрит или остеоартроз – это термины, поэтому я позволю себе очень подробно не рассказывать, безусловно, по этой теме, а остановиться на каких-то вот уже конкретных моментах. Итак, остеоартрит или остеоартроз. Что за заболевание? Мы его называем дегенеративное заболевание, потому что оно характеризуется дегенерацией хряща, то есть разрушением хряща. Мы знаем, что вся наша жизнь и прямохождение в том числе имеет определенную цену. И вот как раз-таки развитие дегенеративных заболеваний, позвоночника и суставов является одним из последствий нашего прямохождения и достаточно высокой нагрузки на суставы. Чаще поражаться остеоартритом может большое количество суставов, но чаще всего это нагрузочные суставы, среди которых коленные и тазобедренные, безусловно, а также суставы шейного и поясничного отделов позвоночника. И если мы говорим как раз про боль в тазовой области, то вот здесь ее может давать остеоартрит тазобедренного сустава и остеоартрит суставов позвоночника. Ну вот совсем если это нижние поясничные позвонки, да, там четвертый, пятый поясничных позвонков, то в этих случаях остеоартрит вот этих суставов называется спондилоартроз или остеоартроз в фасеточных суставах, здесь могут тоже появляться боли в тазовой области. Наиболее частым проявлением остеоартритов, я иногда называю остеоартритом за остеоартроз, еще раз это одно и то же, обращу внимание, самым частым проявлением является боль. Боль, как правило, носит механический характер, то есть это боль, которая возникает при движении, она может возникать в начале движения, когда нужно что-то сделать, например, встать со стула, с кровати, там сделать первый шаг по лесенке, предположим, а может появляться наоборот после нагрузки, когда уже, ну, так скажем, наступило определенное утомление, да, и человек прошел, например, какое-то время, да, или выполнил какие-то упражнения. Если говорить в целом, то основным методом терапии, диагностики является рентгенография. Дальше немножко покажу, но основным методом терапии не фармакологический, не фармакологический. Фармакологический тоже, безусловно, имеет значение, но в самых запущенных случаях, конечно, хирургический метод. Вот если мы говорим про остеоартроз, давайте вот здесь обратим внимание на тазобедренные суставы. Мы видим, что он чаще встречается рентгенологически, чем клинически, да, мужчины и женщины. Ну, вот здесь единственный вариант остеоартроза в тазобедренных суставах, когда чаще страдают мужчины. Ну, либо чаще, либо примерно один к одному с женщинами. Фактор риска – возраст, повышенный индекс мое тело, занятие профессиональным спортом, а также предшествующие травмы суставов. Сюда бы я еще добавила для остеоартроза именно тазобедренных суставов, есть такой фактор риска, как диспластия, дисплазия тазобедренных суставов. То есть это, скажем так, нарушение взаимоотношений между головкой бедра и вертлужной впадиной. Я позволю себе немножко вот сейчас на этот перейти, слайд, здесь просто нам показать, потом вернусь обратно. Да, то есть вот эта вот головка бедра, она располагается в вертлужной впадине, ну, достаточно ровно посередине, имеется шарко-пайло-шарообразную форму. Если мы от края вертлужной впадины проводим прямую линию вниз, то две трети головки должны лежать внутри, а одна треть кнаружи вот этой самой, вот от этой вертикальной линии. Так вот, когда у нас есть, имеет место дисплазии суставов, то есть небольшие смещения вот этой самой головки бедренной кости относительно вот той самой впадины, в которой находится, то в молодом возрасте, в среднем возрасте это не может не приводить к каким-то большим последствиям. Но когда в течение жизни вот это вот небольшое смещение, оно как бы накапливается, оно приводит к тому, что площадь, что контакт, скажем так, нарушает этих поверхностей, увеличивается нагрузка на вот эти вот чаще всего отделы, которые называются верхнелатеральные. То есть смысл, вот вообще наши суставы, они, ну, туда придется немножко отвлечь, они устроены очень умным образом и сделаны все так, чтобы конкурентность, то есть прилегаемость суставных поверхностей друг к другу была максимальна, потому что когда вот эта вот прилегаемость, когда вот это повторение формы двух суставных поверхностей, оно максимальное, тогда давление на квадратный сантиметр площади, оно минимальное. Это понятно, да, ну вот если сравнить, мы по лесу на лыжи, да, мы проваливаемся, например, в снег, если мы идем в ботинках, а если мы встанем на лыжи, то мы по снегу спокойно пройдем, потому что давление на квадратный сантиметр поверхности будет меньше на лыжах. Вот здесь то же самое, да, когда вот эта площадь контакта, она высокая, значит, соответственно, давление будет меньше. А когда идет дисплазия, то получается, что вот это вот давление на какой-то там квадратный сантиметр, оно увеличивается, да, потому что площадь контакта, она уменьшается. И, соответственно, в этом месте начинает быстрее стираться хрящ, здесь в этом месте быстрее повреждается субхондральная кость, которая располагается под хрящом, и здесь быстрее развиваются процессы дегенерации, то есть разрушения и формируется остеоартроз. Вот для тазобедренного сустава вот такой вот фактор дисплазии, то есть нарушение взаимоотношений между суставными поверхностями, он имеет очень большое значение. Значит, в целом, если говорить, да, тазовая боль, возвращаемся мы немножко, мы сегодня как бы все патологии рассматриваем именно с точки зрения тазовой боли. Так вот, если мы говорим про патологию тазобедренного сустава, то, как правило, и чаще всего место первое, где начинает болеть тазобедренный сустав, это паховая область. Она может потом эту боль отдавать, например, в боковой поверхности бедра или в области ягодицы может отдавать, может отдавать даже ниже до уровня коленного сустава. Но, как правило, первое движение, первая как бы локализация боли, это именно паховая область. А первое движение, которое будет ограничено при патологии тазобедренного сустава, это отведение, то есть если мы ногу попытаемся сделать в сторону. Поэтому, когда мы смотрим пациентов, и к пациентам нам приходят, говорят, болит в паховой области, и мы смотрим вот эти классические движения, положили пациента на спину, согнули ногу в колено, в тазобедренном, и отводим ногу, то есть пытаемся лягушку такую сделать. Если пациент говорит, ой, мне больно, и нога, например, либо больно, либо вообще дальше не идёт, мы понимаем, что здесь, скорее всего, есть патология тазобедренного сустава. Могут они страдать вдвоём, могут страдать по одному, но чаще всего, да, ещё раз давайте мы говорим, что это люди всё-таки более старшего возраста, у них может быть артроз других локализаций, как догадаться, что это именно остеоартроз. Но в тяжёлых случаях, когда уже мы будем иметь вот такую картину, вот как здесь на рентгенографии, когда уже сустав начнет практически до контакта служено, посмотрите, здесь головка бедра уже очень сильно погружена в верхушную впадину, форма её поменялась, она из шаровидной стала такой грибовидной, в этом случае мы говорим, что имеется такое вколачивание головки бедра, в верхушную впадину, что у пациента будет проявляться укорочением длины нижней конечности, да, и может быть даже атрофия мышц, потому что если эта нога несет меньшую нагрузку, то мышцы будут атрофироваться. Ну, а здесь на рисунке представлены как бы основные серминологические симптомы остеоартроза, ну, они стандартны для других локализаций, просто мы ещё раз подчёркиваем. Это критерии, на основании которых мы ставим яноса остеоартроза тазобедных суставов, мы видим, что здесь у нас должны быть нормальные показатели крови, у нас должна быть боль при определённых движениях, ну, и возраст, как правило, вот старше 50 лет. Если мы говорим о терапии, то основное значение, да, я подробно сегодня, коллеги и зрители дорогие, не останавливаюсь на терапии, да, вот этих состояний, потому что у нас несколько патологий, очень-очень кратенько, в основе лежит нефармакология, потом фармакология, конечно, на вершине сирургии, если ничего больше не помогает. Если мы обратимся к нефармакологии, то это прежде всего, конечно, лечебная физкультура, это разгрузка конечностей, ходьба с тростью, трость носится в противоположной руке, либо, например, хабанками, если оба тазобедренного сустава страдают. Вот, артежные тазобедренные суставы тоже есть, но они мало прижились и практически не используются. Фармакология, по сути, предполагает использование обезболивающих, и для тазобедренного сустава мы понимаем, что это препараты внутрь, как правило, то есть местно мазать что-то здесь бесполезно абсолютно. Вот, это могут быть использованы хондропротекторы в целом, они есть в рекомендациях и в российских, и международных, ну, и если как бы стадия уже продвинутая, да, когда или не помогают предыдущие методы лечения, то показано тотально эндопротезирование, то есть замена тазобедренного сустава. Вот, про эндопротезирование, вот эти рекомендации российские, которые есть на сегодняшний день, они 2021 года, скорее всего, будут, конечно, пересматриваться, но принципиально здесь изменения не произошли. То есть немедикаментозные методы, вот не сказала я про снижение веса, медикаментозная терапия, внутрисуставные инъекции могут использовать, хотя вот здесь ревматологи, наверное, рекомендации написаны травматологами, они более активны в плане внутрисуставных инъекций тазобедренного сустава, ревматологи крайне-крайне аккуратно к ним относятся, вот, ну и хирургические методы. Да, сразу, кстати говоря, анонсирую, вот сказала про внутрисуставные инъекции, следующая школа, которая у нас пройдет 13 августа, ее будет вести Ольга Вячеславовна Теплякова, и она как раз-таки будет посвящена различным методам локальной инъекционной терапии. Я приглашаю всех, обязательно приглашаю коллег, обязательно пациентов, потому что очень интересно, все-таки, какие методики у нас есть, где правда, где мифы, да, что можно ставить, куда можно ставить, сколько раз можно ставить, и какой это будет эффект, потому что мифов здесь очень большое количество, вот, и очень часто приходят пациенты, говорят, и у нас бывают ситуации разные, да, кто-то говорит, ой, мне сказали, гиалуроновую кислоту нельзя ставить, потому что этот сустав убивает, А другой пациент приходит, которому 10 раз ввели кортикостероиды в сустав, да, и как бы все нормально было. Поэтому, пожалуйста, приглашаю, это очень-очень интересно. Еще раз повторю, что школа по остеоартриту у нас есть. Более того, в этом году у нас была школа по тотальному эндопротезированию, по подготовке к эндопротезированию, по тому, какие там есть интересные моменты. Тоже, кого заинтересовало, пожалуйста, можно смотреть. Вот я говорю, что буду периодически здесь, так скажем, вас возвращать, да, к предыдущим нашим школам. Следующая история, следующая патология, про которую нужно обязательно упомянуть, и вообще эта патология очень-очень часто, это трахантерит или вертельный бурсит. Это не синонима, безусловно, но это понятие очень близкие друг к другу. Сейчас расскажу, в чем здесь отличие. Вообще, когда пациенты, я всегда это говорю, и студентам, и если коллегам где-то на обучении, когда к нам приходит пациент и говорит, доктор, у меня болит тазобедренный сустав. Так, первое, что я делаю, я прошу вам показать рукой, где именно болит. Как вы с вами только что выяснили, тазобедренный сустав чаще еще болит в паховой области. А вот подавляющее число пациентов, которые указывают на боль, будут указывать на боковую поверенность бедра. Вот большинство из вас, я думаю, сейчас сидят, можете прям пощупать себя, нащупать самую выступающую точку бедра, вот в этой верхней части, боковой. Это будет так называемый тархантр, вот он здесь на картиночке изображен. Называется он по-другому большой вертел, поэтому слова тархантрит и вертельный бурсит, они здесь как бы присутствуют. Значит, что с этим тархантром, почему он важен? К нему это точка прикрепления многочисленных сумок, сухожилий и фасций. Ну, к нему прикрепляются сухожилия таких мышц, как, например, средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца, грушевидная мышца, отсюда уходит по боковой поверенности бедра очень мощный и длинный подвздошно-бедренный тракт, который своими волокнами уходит до коленного сустава, отдельно волокна идут даже там до голеносопного сустава. И в области вот этого большого вертела они прикрепляются друг к другу, прикрепляются они в области этого большого вертела, как слоёный пирог, между ними ещё и располагается пространство, которое называется сумка. И если, например, есть какая-то перегрузка, предположим, была длительная ходьба, в которой участвовали вот эти самые мышцы, сухожилия, которые прикрепляются к этому вертелу, или, например, было падение на бок, или, например, вот такая классическая ситуация, несколько раз встречалась, и с ней женщина похудела, или кровать жёсткая, например, поменяли матрас, вместо мягкого стал жёсткий, то происходит микроповреждение вот этих вот мягких тканей, связок сухожилий, сумок в микронадрывы. Плюс ко всему, между вот этими всеми структурами там ещё располагаются жировые подушечки, которые как бы не дают им тереться друг от друга. Эти жировые подушечки хорошо иннервируются нервными окончаниями, и их давление тоже будет вызывать появление болевого синдрома. Разница в терминах трахантерит и фертельный бурсит. В чём она? Трахантерит – это, строго говоря, воспаление в месте прикрепления сухожилий кости, то есть это так называемая энтезопатия, воспаление при прикреплении кости. А вертельный бурсит – это воспаление сумок, которые, как мы с вами выяснили, располагаются между вот этими всеми структурами. Но, в принципе, клиника, то есть симптомы будут абсолютно одинаковы. Болеть будет по самой вот этой выступающей точке, болеть будет, например, при подъёме по лестнице вверх или вниз, болеть будет при положении на боку, где есть вот эта вот болезненная область. Боль может отдавать. Отдавать она может по боковой поверности бедра, до коленного сустава чаще всего, а может отдавать ягодицу наоборот, да, то есть по ходу тех мышц, которые прикрепляются вот к этому трахантеру. Как правило, боль носит характер тоже механический, то есть она возникает при давлении, при движении. В покое обычно пациентов не беспокоит. Значит, лего носировать очень легко. Обязательно нужно собрать анамность с той точки зрения, чтобы попытаться выяснить провоцирующий фактор, потому что он, как правило, есть, ибо если его не устранить, то эта проблема может хронизироваться. Далее мы проводим осмотр. Осмотр тоже очень достаточно несложный. Пациент лежит на противоположном боку. Если, например, болит справа, то мы пойдём на левый бок. Нащупываем максимально болезненную точку. Можем ещё дополнительно попросить человека ногу опустить немножко вниз и вперёд. Тогда нам будет эту точку легче найти. Нащупываем это болезненное место, и, как правило, вот эта вот точка боли, она и диагностируется. Можно попробовать ещё ногу, опять же, поделать разные движения. Как правило, боль усиливается при отведении бедра, при сгибании, как правило, пациенты себя чувствуют нормально. Вот. Опять, чаще всего это процесс односторонний. Двухсторонний бывает достаточно редко. Но я всегда говорю, что каждый человек может его сам у себя, так скажем, развить. Когда? Если, например, пройти очень большое расстояние. Ну, предположим, вы проходите обычно 10 тысяч шагов, пройдите 25 тысяч шагов или 30 тысяч шагов в день, и вот к концу дня у вас будет ныть вот по этим боковым поверхностям ведра. Да, потому что очень-очень много движений. Да, уже вот это вот трение, какая-то компрессия вот этих вот жировых подушек произошла, и выявляются небольшие болевые ощущения. Ну, если у вас все хорошо со скелетно-мышечной системой, то наутро эта боль пройдет, а вот если, например, вы не подготовлены к этой нагрузке, то здесь эта боль может быть хронической. Что мы с этим делаем, с этим трахантеритом? Опять же, у нас есть, срезисно пробежимся, это лечебная физкультура, то есть это два типа упражнения, направленных с одной стороны на растяжение вот этой самой боковой поверхности бедра, а с другой стороны на укрепление мышц. То есть укрепляемые, как правило, мышцы отводящие и мышцы ягодичные. Это могут быть разные типы упражнений, например, на сопротивление, с резинками какими-то, с утяжелителями, предположим. Это локальная терапия инъекционная. Здесь у нас доступно сейчас несколько вариантов этой локальной терапии. Это может быть терапия кортикостероидами местными, это может быть терапия в виде препаратов коллагена локальных, и это может быть терапия, так называемая PRP-терапия, про которую в следующий раз Ольга Вячеславовна будет подробно рассказывать, введение плазмы, благосиленной тромбоциты. Там тоже есть несколько вариантов этой терапии. Это достаточно интересная и прогрессивная методика. Это физиотерапия. Из физиотерапии чаще всего используется, и, пожалуй, она единственная, которая эффективна, это ударно-волновая терапия. Ну и раньше использовался метод рентгенотерапии, в настоящее время практически его нету, только где-то вот в частном порядке найти, но методика была достаточно эффективна. Вот, как вы видите, здесь практически нету никаких лекарственных препаратов внутрь, потому что они являются, в общем-то, неэффективными. Это патология, если в целом мы говорим, это мягкие ткани, то есть не сам тазобедный сустав страдает, а мягкие ткани, которые располагаются вокруг него. Но болит, но это тоже относится к тазовой области, да, и к синдрому тазовой боли можно вот этот трахантерит, ну, или вертельный борсит отнести. Так, это вот вторая патология. Давайте я немножко спрошу здесь, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, пишите, да, если все понятно, тоже мне что-нибудь маякайте, там, аганти, чтобы я понимала, что как бы у нас здесь все понятно, и то, что я рассказываю, доступно, да. Вот, и давайте мы пойдем с вами дальше. Значит, следующая у нас патология, буквально здесь по одному слайду, синдром грушевидной мышцы. Боль, где будет? Опять же, тазовая область. Так, давайте сразу отвечу на вопрос. Анны, будет ли запись? Конечно, Анна, безусловно, все наши школы, они записаны. То есть запись появляется через несколько дней, там, ну, плюс-минус неделя, вот, и, конечно, можно все посмотреть без запись, если вы не успеваете. И вообще я рекомендую, почему на нашей школе регистрироваться всегда, потому что если вы зарегистрировались, но не посмотрели в прямом эфире, вам запись потом придет, да. Ну, то есть, там, нет, запись, прошу прощения, не приходит, но у вас будет, как бы, в почте письма, что вы приглашены, и вы не пропустите. Вот, итак, грушевидная мышца, боль в ягодичной области, как правило, с одной стороны, которая распространяется по ходу седалищного нерва. Ну, это задняя поверхность бедра, там у нас есть место выхода седалищного нерва под грушевидной мышцей, примерно это середина ягодицы, да, я сейчас не буду чертить этот треугольничек там, вот, но там выходит седалищный нерв, и по уходу него боль может эрадировать. Усиливается после сидения, в начале ходьбы. Ну, вот здесь, смотрите, вообще, в целом, как бы, сдавить, конечно, седалищный нерв, это, ну, практически нереально. Но есть отдельные ситуации, когда мы можем столкнуться с этим синдромом грушевидной мышцы. Первая ситуация, которую я бы хотела упомянуть, может быть, она не такая часто, но, с другой стороны, сейчас летний период, и она может вам встретиться, это велосипедисты, это езда на велосипеде. Вот, если достаточно много проехать, да, ну, либо вот кто-то, человек, занимается специальным спортом, может быть, или давно, или, наоборот, не ездил на велосипеде, но потом решил, лето наступило, купил велосипед и поехал 40 километров, да, то вот в данной ситуации как раз-таки может произойти вот такое вот, как скажем, перераздражение и перегрузка грушевидной мышцы, которая будет спазмируется и может оказывать вот такое давление на седалищный нерв, и появится вот тот самый, та самая боль, про которую я говорю, синдром грушевидной мышцы. Иногда бывает у худых пациентов, да, когда вот, ну, совсем, например, произошла потеря мышечной массы, предположим, какая-то кахексия, остения, да, жировой, соответственно, подушки нету, вот этой, которая в области ягодиц, да, мышца атрофировалась, и получается, что, да, как бы, ну, во время сидения тоже идет какой-то слишком интенсивный контакт. Может быть ситуация, когда перекачали, да, например, опять же, занятия там где-то в зале, занятия спортом, и просто эту грушевидную мышцу, там, среднюю и малую игрушечную мышцу перегрузили, да, тоже могут появляться симптомы вот этого синдрома грушевидной мышцы. Болезненно, абдукция, приведение согнутого бедра, ограничение внутренней ротации, то есть если согнуть ногу и кнутри привести, да, в тот момент, как раз, когда растягивается эта самая грушевидная мышца, могут появляться неприятные болевые ощущения. При этом позвоночник абсолютно спокойно работает, здесь никаких проблем нету. Симптом натяжения отрицательный. Симптом натяжения – это когда мы пациента кладем на спину, поднимаем ногу, ну, по очереди, да, на угол 45 градусов, спрашиваем пациента в этот момент, не идет ли у вас боль, не эридирует ли она, не протягивается ли от позвоночника по задней поверхности, например, ноги. Дальше просим пациента, как правило, к себе привести носки, пальчики, да, как бы усилить вот это вот растяжение задней поверхности ноги. И, опять же, если ничего не появляется, то мы говорим, что сомптом натяжения отрицательный. Как правило, при синдроме грушевидной мышцы – это так и есть. Значит, в плане терапии, что здесь можно сказать? Диагностика клиническая исключительно. В плане терапии основное значение, конечно, имеет выявление провоцирующего факта. Потому что если это, например, тот самый велосипед, то что мы человеку скажем? Ну, модифицируйте как-то свою нагрузку, да, может быть, вам и можно заниматься, но, наверное, как-то более плавно, не начинать сразу, вот как вам хочется, да. Вот, если это какие-то упражнения, связанные с тем, что перегрузили грушевидную мышцу, значит, вы другие упражнения делаете, вы растягиваете эту самую грушевидную мышцу. Если это, например, какая-то потеря веса резкая, значит, наращивать мы должны вес, мы понимаем, избегать сидеть на каких-то твёрдых поверхностях, да. То есть вот прямо такие упражнения, такие вещи. Остальное – это обезболивание по требованию, опять же, если вы сильно беспокоите. Ну, в некоторых случаях могут использовать препараты для лечения нейропатической боли, я про них чуть попозже, ближе к концу лекции мы поговорим, поэтому я здесь себе позволю не останавливаться. Далее, что может напоминать боль грушевидной мышцы, это, ну, так называемая люмбосакральная радикулопатия, то есть радикулопатия – пояснично-крестцовое дело позвоночника. Опять же, это не совсем, так скажем, ревматологическая проблема, но что-то проблема к нам пациенты приходит, это больше то, чем занимаются вертебрологи, да. Ну, мы знаем, вертебрологи – это ветка неврологов, да, которые занимаются патологией позвоночника. Как мы здесь отличим? Значит, радикулопатия, то есть, когда у нас имеет место сдавление нервного спинномозгового корешка. Вообще сдавление спинномозгового корешка, оно, как правило, вызывается двумя причинами. Большинство наших пациентов считает, что это грыжа, но на самом деле грыжа диска межпозночного вызывает меньше число радикулопатий, там, ну, насколько я, может быть, я собру, ну, простите меня, коллеги, если вы точно знаете цифры, ну, по-моему, около 20%, да, вот последние 20-25%. Вот. А большая часть вот таких вот радикулопатий, она вызывается сдавлением спинномозгового корешка, когда он проходит через фасеточные суставы, потому что это суставы, которые подвержены остеоартрозу, там могут развиваться остеофиты, да, те же самые разрастания, и они как раз-таки могут оказывать давление на вот эти вот корешки и вызывать вот симптоматику радикулопатии. Как раз вот артроз фасеточных суставов, он дает порядка 60-65% случаев вот таких вот радикулопатий именно в пояснично-крестцовом отделе, потому что мы понимаем, что это отдел нагрузочный, а мы с вами говорили, что при остеоартрозе создает нагрузочные суставы, поэтому это, да, пояснично-крестцовый отдел. Здесь, как правило, боль будет односторонне, потому что чаще все-таки с одной стороны идет, да, с давлением, она больше выражена в конечности, нежели в спине, то есть это такой вид нейропатической боли, да, мы про нее еще раз повторюсь, дальше чуть-чуть поговорим, когда боль связана с нарушением пути проведения, она может усиливаться при движении либо кашле, иротирует по ноге вплоть до стопы, и сопровождается симптомами плюс, либо симптомами минус, то есть мурашки, анемения, жжение, какая-то повышенная, либо наоборот сниженная чувствительность, либо ее отсутствие. Вот, а если здесь будет позитивный вот этот самый тест натяжения, про который я уже сказала, да, на предыдущем слайде, ну и в самых тяжелых случаях здесь может случаться еще, кроме сенсорной нейропатии, то есть сенсорное нарушение чувствительности, могут быть явления еще и моторной нейропатии, то есть когда уже вовлекаются более глубокие волокна, моторные, отвечающие за функцию, то есть пациенты могут начать жаловаться, например, на то, что у них слабость в ноге какая-то появляется, предположим, да, они вот начинают как-то падать или подгибаться нога начинает. Самый, конечно, страшный вариант – это когда идет нарушение функций тазовых органов, ну, здесь в этом случае мы говорим о том, что там, возможно, стеноз спинного сголоканала уже, да, вот здесь, как раз чаще всего, какими-то грыжами, ну, и это показания, в общем-то, к экстренной операции. Такое бывает не часто, к счастью. В более легких случаях, еще раз повторюсь, как правило, это сенсорная нейропатия, то есть нарушение чувствительности. Вот, сейчас, Анна, вижу у вас вопросы, расскажу тоже. Вот, значит, лимбосакральная радикулопатия, диагноз как ставится? Диагноз ставится, опять же, клинически, помогает нам для диагностики, безусловно, здесь МРТ-диагностика, на которой мы как раз можем увидеть и наличие грыжи диска, да, ну, по-разному там называют, протрузия, экструзия, ну, я скажу, грыжа диска, да, выбухание межпозвонкового диска, спиновозгового канала, и здесь же мы можем увидеть, если, например, идет какой-то выраженный остеоартроз фасеточных суставов, да, и мы понимаем, что там тоже может ставливаться вот этот нервный корешок. Вот, ну, а в плане терапии здесь все зависит от проявлений. Если это проявления, скажем так, ну, более легкие, то это, опять же, грамотный подбор лечебной физкультуры, это какие-то методики физиотерапии, это в каких-то случаях даже вытяжение используется, используется там аппаратный или, не знаю, подводный, а для, ну, из медикаментов это нестероидно-противоспалительный препарат, потому что всегда, когда есть давление корешка, будет отек, то есть воспалительный процесс, это, ну, известные нам хорошо препараты, да, типа какие-то профены, немисулиды и так далее. Это может быть в некоторых случаях миорелаксанты, препараты, расслабляющие мышцы, потому что, как правило, если есть болевой синдром, то есть мышечный спазм рядом расположенных мышц, и его тоже нужно снимать, ну, и еще и препараты, опять же, для лечения нейропатической боли, если есть симптомы анемения, парастезии, жжения мурашки, то это антиконвульсанты препараты, которые вот помогают, помогают именно при нейропатической боли, как бы, ну, скажем так, улучшают в определенном смысле проведение нервного импульса. Вот, в некоторых случаях, если это не помогает, да, то есть если симптоматика прогрессирует, или она угрожающая, действительно, вот то, то, что бывает с тазовыми функциями, да, то есть у пациентов непроизвольное мочеиспускание до элитификации, то здесь уже, конечно, вступают в дело нейрохирурги, они, правда, оперативно мешаются, там эти грыжи удаляют, ну, у них есть разные варианты, есть у них варианты локальной лекционной терапии, они могут делать блокады, например, под рентген-контролем, но это вот уже такая стезя вертебрологов. Так, давайте здесь отвечу Ане. Локальная терапия при синдроме грушевидной мышцы часто ли используется? Ну, вот я, если честно, крайне редко использую, прямо очень-очень редко, потому что, ну, по сути дела, мы здесь, нам надо расслабить мышцу. А чем мы ее расслабим? Куртикостероиды, ну, они снимут немножко отек, но мышцу они не расслабят, поэтому практически нет. Я, по крайней мере, часто не использую, может быть, коллеги кто-то часто пользуются, я не знаю. Вот, итак, это люмбосакральная радикулопатия, да, посмотрите, мы с вами затронули про тазобедренный сустав, который, мы сказали, болит в паховой области, может болеть вокруг, но чаще всего начинается в паховой области. Мы с вами поговорили про трохентрит, это боль по боковой поверхности бедра, вот эта самая выступающая точка. Мы поговорили про ягодичную область, это синдром грушевидной мышцы. Люмбосакральная радикулопатия – это пояснично-крестцовый отдел нос и радиации по нижним конечностям. Следующая область, опять же, это область крестцово-подвздошного сустава, да, вот там, если вспомнить эту первую табличку по распространенности болей, то там везде звучала патология, очень много, где звучала патология крестцово-подвздошного сустава. Опять же, я вот здесь позволю себе, коллеги, зрители, дорогие, вас направить на школу, которая была у нас в этом году. Была замечательная школа Вилая Ольга Вячеславовна Теплякова по патологии крестцово-подвздошного сустава, да, и там очень подробно все было рассказано, какие возможны проблемы, чем проявляются, что с этим делать и так далее. Поэтому я позволю себе очень кратенько просто напомнить какие-то основные моменты, но кому эта тема будет интересна, это очень сложная на самом деле тема, и пациентов с боли в крестцово-подвздошном суставе очень много, и они часто остаются недиагностированными. И если раньше, до последнего времени мы используем этот термин дисфункция крестцово-подвздошного сустава, но в целом неврологи в последнее время говорят, что вообще нужно, конечно, постараться выяснить, в чем же проблема. То есть либо это проблема со связками, например, негаментиты, либо это остеоартроз вот этого самого сустава крестцово-подвздошного, потому что хоть это и очень неподвижный, но это все-таки сустав. Либо это какая-то мышечно-неофасциальный, как мы говорим, синдром, мышечно-тонический, мышечный спазм того, что окружает этот крестцово-подвздошный сустав, то здесь желательно разбираться. Тем не менее, что вкладывается, но если говорить в общем, то можно использовать термин такой, как дисфункция крестцово-подвздошного сустава. Посмотрите, где может быть боль при данной патологии. Поясничный диапазонщик и бедра. То есть опять вот эта вот задняя часть тазовой области, так скажем. Здесь не должно быть признаков других проблем. Не должно быть признаков радикулопатии, не должно быть признаков повышения тазобедренного сустава, не должно быть признаков каких-то воспалительных заболеваний. Характер боли может быть достаточно разным. Что нужно помнить основное, что для поражения крестцово-подвздошного сустава характерна боль в так называемой зоне фортина. Вот эта вот зона фортина, посмотрите, она книзу от задней верхней подвздошной оси, вот она здесь показана, размера примерно 3 на 10 сантиметров. Она может эрадиировать, но она никогда не эрадиирует ниже уровня коленного сустава. Вот это вот очень важно, коллеги, в плане дифференциальной диагностики. Если люмбосакральная радикулопатия или синдром грушевидной мышцы могут эрадиировать ниже и часто эрадируют ниже уровня коленного сустава, до стопы, то патология крестцово-подвздошного сустава вот такую вот дальнюю эрадиацию никогда не дает. Максимум до коленного сустава, но обычно это средняя верхняя треть бедра недалее. Что помогает нам в диагностике? Несколько тестов. Их вообще больше гораздо, чем я здесь привожу. Я здесь просто самые такие распространенные. Это те тесты, которые нам помогают определить, что да, действительно, проблема кроется в крестцово-подвздошном суставе. Первый тест заднего смещения. Посмотрите, замечательный доктор согнул ногу пациента в тазобедном суставе. До 90 градусов бедро приведено к средней линии и нужно как бы давить вертикально вниз. На колено, но при этом как бы на... Вот туда вот прижимая, получается, пациента, прижимая спину пациента к кушеточке. Если появляется, если есть патология крестцово-подвздошного сустава, появляется боль в бедре. Второй самый частый тест с гонсленом, когда мы пытаемся как бы немножко развести таз, да, вот как бы по-другому даже не знаю, как сказать, раздвинуть, да, что ли, таз, оказав давление именно на крестцово-подвздошный сустав, потому что ведь таз у нас это неподвижное кольцо, да, тазовое кольцо, оно неподвижное, оно, в общем-то, у нас двигается за счет крестцово-подвздошного сустава, очень небольшой, там есть люфт, там буквально 2-3 градуса, и есть еще у нас лунный симфизм, мы до него сейчас тоже дойдем, он тоже способен к небольшому растяжению, да, ну, что наиболее заметно во время родов у женщин, да, потому что вот в этом случае нужно действительно растянуться. Вот, так вот, здесь мы пытаемся каким-то образом сымитировать вот этот процесс. Пациент лежит на спине, посмотрите, одна нога опущена вниз, отведена в сторону, вторая нога, она согнута в колено в тазобедном суставе, и доктор пытается как бы развести с помощью давления, да, создать нагрузку на крестцово-подвздошный сустав. Опять же, тест считается положительным, если появляется боль в области крестца. Ну, и третий такой самый известный тест, тест Фаберри или Патрика его называют, по имени двух авторов, здесь уже одна нога лежит спокойно, вторая нога, посмотрите, лежит пяткой на колене противоположной ноги, и опять мы пытаемся немножко развести в стороны, то есть давить доктор одной рукой на колено, да, как бы вот, ну, в данной ситуации вправо, да, пусть это будет вправо, а вторая рука, она лежит на передней верхней подвздошности, и она как бы наоборот влево, то есть мы пытаемся немножко развести в стороны. Опять же, если появляется боль, то тест считается позитивным. Ну, еще раз повторюсь, тестов этих несколько, иногда можно, в принципе, пропальпировать, да, крестцово-подвздошный сустав, вот положив пациента на живот, например, и если несколько из этих тестов положительных, то мы можем сказать, что да, есть патология крестцово-подвздошного сустава. Да, немножко позволю себе вернуться. Дальше уже мы, в общем-то, должны определить, что это за патология, да, либо это остеоартроз, либо это вот что-то по типу дисфункции, когда нарушено больше взаимоотношений, да, либо это, может быть, какие-то связочные проблемы. Но лечение вот такой патологии крестцово-подвздошного сустава, ну, в общем-то, зависит от той причины, которую вызвали. Но в целом, опять же, это не медикаменты, и подбор физических, подбор упражнений и модификации физической активности. Здесь неплохо работают, например, такие упражнения, как ягодичный мост. Это физиотерапия, и здесь, в общем-то, довольно значительное место занимает, опять же, данная волновая терапия. Это обезболивание по требованию, нестероидно-противоспалительные, безусловно, препараты. И это ладокалиниционная терапия. Вообще, золотым стандартом для диагностики патологии крестцово-подвздошного сустава считается введение в этот сустав анестетика, например, ладокаина. Потому что точность теста 90%. То есть, если ввели 2 мл ладокаина под узел или под рентген-контролем в сустав, и у человека перестало болеть, значит, всё, это точно патология крестцово-подвздошного сустава. Соответственно, как бы есть методики, когда вводят в эти суставы глюкокортикостероид, есть методики, когда проводят, например, просто анестетики могут вводить, это тоже при каком-то временном уменьшении боли. Ну и более сложность методики оперативного вмешательства, так называемая радиочастотная абляция, когда, по сути дела, погибают, с помощью подведённого тока гибнут нервные окончания, которые отвечают за иннервацию, то есть за нервное снабжение данной области. То есть, по сути дела, мы просто отключаем. Такой вариант тоже есть. Давайте пойдём дальше, Олеся. Самые частые причины обращения пациентов на бутон приём. Да, очень часто. То есть, потому что вот таких пациентов на приёме много, очень много. Следующее, вот о чём мы не говорили, этой темы у нас как бы не было в школах, это пока для пациентов, это патология лонного сочленения. Да, лобковый симфиз, лонный симфиз. Я здесь позволю себе, опять же, в силу того, что у нас вот такой сегодня, немножко мы по верхушечкам идём, несколько патологий как бы мы обсуждаем. Вот. Я позволю себе сильно не углубляться в строение лонного симфиза, хотя оно очень и очень интересно, да. Вот, особенно я когда готовила первый раз эту лекцию для врачей, мне очень понравилось сравнение человека с мышью, да, что у женщины там лонный симфиз может там от 4 мм до 2 см растянуться, а у мыши он там вообще в 20 раз растягивается во время рота. Вот. Но если эта тема будет интересна, пожалуйста, пишите. Вообще мы, в принципе, приветствуем, да, выбор тем для наших будущих школ. Поэтому пишите нам, мы с удовольствием прочитаем. Вот на прошлой школе, кстати говоря, мне подали очень хорошую идею для следующей школы. Я её обязательно осуществлю в августе месяце у нас по локальной инкционной терапии, а в сентябре, наверное, я сделаю школу по занятиям в спортзале. Потому какие нас опасности могут ожидать, при каких упражнениях какие проблемы могут возникнуть, что с этим делать. Я думаю, что тему подали абсолютно зрители, и мне кажется, что это будет интересно. Ну ладно, давайте вернёмся к лонному сочленению. Итак, есть несколько проблем, которые могут давать боль в лонном сочленении. Они, четыре из них в средине, которые расположены, спондилоартрит, инфекционный симфизит, то есть это воспаление костей, то есть это умилит опухоли, либо метастаза, либо травма, они являются специфическими, да, то есть это какой-то, как мы говорим, специфический процесс. А вот остеет лобкового симфиза и метаболические нарушения, или по-другому синдром дисфункции лобкового симфиза, это вот то, что может протекать без какой-либо вот такой патологии, воспалительной или опухолевой, чем будет проявляться. Первый – это остеет лобкового симфиза или лонного сочленения, в принципе, как бы вот синонимы, да. Значит, это не инфекционное воспаление, то есть никакого инфекционного нету агента с центром в области лобкового симфиза. На что жалобы? Посмотрите, какая будет жалоба. Боль в паху, приводящих мышцах бедра, дискомфорт в нижней части живота, который развивается постепенно. Есть факторы риска. Значит, среди факторов риска можно выделить два основных. Первое – это беременность, то есть во время беременности и после нее может возникать вот этот остеет. А второе – это занятие спортом. Посмотрите, какие виды спорта могут вызывать вот такой вот остеет. Хоккей, футбол, бег на длинной дистанции. Статистика, посмотрите, процент спорта говорит, что огромное количество людей, в частности футболистов, до 28% футболистов столкнутся с этой проблемой. Почему хоккеисты, футболисты, бег на длинной дистанции, почему резкие движения, особенно футболистов, связанные с поворотом туловища, связанные с перерастяжением вот этой вот области лобкового симфиза, они будут приводить к формированию очагов неинфекционного воспаления. Еще раз повторюсь, основное – боль в паху, приводящих мышцах бедра, то есть это внутренняя часть бедра, дискомфорт в нижней части живота. Вот если мы говорим про методы диагностики, то у нас на МРТ, особенно если это мы говорим, чаще всего на рентгенографии, это у женщин после родов, можно видеть как бы вот такой неровный, неровные края лобкового симфиза на МРТ, мы можем видеть воспалительные процессы, вот очень хорошо на правой картиночке видно, вот он, этот лобковый симфиз, а вот здесь вот вокруг – это очаги отека костного мозга, то есть это явный воспалительный процесс. Но еще раз подчеркну, это неинфекционный процесс. То есть если вдруг появляется боль у вас, или приходит вам пациент, у которого боль у меня в паховой области, в области лонного сечления, можно иногда даже как-нибудь пропальпировать, и это может болезненно, и может отдавать в приводящие мышцы, то, пожалуйста, вот как вариант сделать МРТ, либо рентгенографию. Вот была у меня одна такая пациентка, ну в течение последних, наверное, полутора лет, действительно после родов появилась боль в области лонного симфиза, и она очень сильно мучила пациентку, сделала рентгенографию, а там вот прям вот такая рентгенография очень похожая, только здесь мужской таз, ну там был женский таз, прямо изъеденная, изъеденная поверхность в стороны, да, расстояние увеличенное, вот такой вот и стоит после родовый. Синдром дисфункции лонного симфиза, чем же он отличается? Да, это совокупность признаков и симптомов дискомфорта и боли в паховой области, включая тазовую боль, которая дает верхнюю часть бедра и промежность. То есть мы опять видим, что это вариант тазовой боли, но это уже не сзади, а уже как бы впереди. Какая причина? Вот все-таки считается, что синдром дисфункции лонного симфиза, это в основном патология, это в основном патология возникающая во время беременности, связана вот как раз с растяжением, потому что во время беременности, да, все растягивается, матка растягивается, связки растягиваются, лонный симфиз растягивается. Почему? Потому что готовится организм к естественным родам, да, там вообще очень интересно это вот теория, почему у женщин вообще развивается синдром вот этой дисфункции лонного симфиза. Я позволю себе чуть-чуть пару слов сказать, да. Теория, которая сравнивает вообще строение и соотношение головки плода и размера таза. Так вот, у большинства приматов, кроме человека, у них соотношение головки плода и размера таза, оно, скажем так, свободное, то есть головка плода спокойно проходит через размеры таза. А уже, по-моему, у шимпанзе и у людей у нас очень плотное соотношение, то есть головка таза, ну, еле-еле, что называется, проходит через, головка ребенка еле-еле проходит через тазовое кольцо. Почему так? Считается, что, опять же, это вот в процессе эволюции появилось, потому что для остальных приматов было важнее, как бы, легкие роды, да, но больше шансов потерять беременность, например, да, в силу, а для... Люди эволюционировали по тому пути, что у нас, как бы, нам важнее сохранить беременность, да, чем там легко родить 10 детей, и поэтому у нас вот эти головы за размеры очень маленькие. Что еще могло этому способствовать, тоже интересная такая версия автора, увеличение статистических сребосечений. То есть, условно говоря, раньше те женщины, у которых был вот узкий таз, они просто не рожали детей, там дети погибали, случались какие-то аномалии и так далее, и, ну, просто это был естественный отбор, да, такие дни выживали детки. С внедрением кесарево-сечения большинство женщин с узким тазом получили шанс на ребенка. И это стало передаваться потом по наследству, и в целом человечество стало иметь более узкий таз по сравнению с головкой плода, соответственно, как бы, и вот эти дисфункции лонного симфиза, то есть растяжение, да, и связанность с этим болевой синдром, они стали появляться чаще. В общем, довольно интересная теория, вот здесь вот ссылочки есть, кому интересно, почитайте, да, по ссылкам как раз это очень рассказано. Вот, синдром дисфункции точно чистота неизвестна, разные авторы дают вообще абсолютно разную картину, кто-то пишет 1 из 36 женщин, кто-то пишет 1 из 395, ну, то есть абсолютно-абсолютно разные цифры, тем не менее, что в факторах риска, да, у кого больше будет шансов развить этот синдром дисфункции. Подобная история в семье, да, опять же, может быть, связана вот с этим вот, наследственным лоским тазом, наличие подобных симптомов ранее, ранние менархии, наступление менструации, использование препаратов, многоплодной беременности, большой вес плода, высокий уровень стресса, неудовлетворенность с работой, история боли в пояснице, да, то есть наличие каких-то хронических вот этих болевых синдромов, предшествующей патологии и так далее. То есть мы видим, что здесь есть факторы риска, как какие-то анатомические чисто, так и психосоциальные факторы в том числе. Чем проявляется этот симптом? Боли очень разнообразны. Жжение, прострелы, режущая, колющая боль. Может быть умеренная, может быть более, может быть менее длительная. Во время отдыха обычно проходит и родит в спину, живот, промежность и ноги. Чаще всего возникает во время беременности, ближе к концу беременности, в третьем триместре, после родов, как правило, проходит, но не всегда. По отдельным данным, многие женщины, согласно исследованиям, склонны к сохранению этих болей, еще в течение одного-полутора лет, после уже того, как ребеночек родился. Чем лечим? Вернее, как диагностируем. Как диагностируем? Ну вот здесь представлены самые такие яркие случаи. Посмотрите, пожалуйста, как себя вел лоб на сочинение. Посмотрите, это вот снимки, выполненных после родовый период, прямо сразу во время родов практически, это уже через несколько недель. Мы видим, вот какой был лобный симфиз, и дальше он немножко сократился. В принципе, возможно, как бы консервативное ведение. А вот справа, видите уже картиночку, здесь уже очень тоже было большое расхождение костей, и здесь пришлось устанавливать специальную конструкцию, для того, чтобы застабилизировать таз. Диагностика. Специальные тесты, тест Фабера, мы его с вами уже смотрели, это поднимание выпрямленной ноги, это попытка постоять на одной ноге, вот, и это компрессия вертела бедренной кости, то есть когда мы как бы сдавливаем, накладываем руки на большие вертелы, и сдавливаем таз и действо. Это помогает нам диагностировать. Что в плане терапии? Там, по-моему, следующая патология у нас идет уже, да. Что в плане терапии? Значит, в плане терапии, это подбор физических упражнений, причем здесь как бы нужно с одной стороны не увеличить боль, с другой стороны укрепить мышцы, мышцы промежности, мышцы, приводящие мышцы бедра, мышцы нижней части живота. С другой стороны, избегает, опять же, модификация нагрузок, то есть избегает тех упражнений, которые будут провоцировать, например, вот эти вот боли, в частности, такие как прыжки, например, длительная ходьба, длительное стояние, предположим. Третий момент, это использование бандажей, которые вот такие под животик накладываются, да, и они тоже были показаны в качестве позитивного эффекта. Ну и четвертое, это обезболивание, как по требованию, опять же, здесь либо использование стеройных, противовоспалительных, были даже предложены методы определенной локации, реакционной терапии, ну, как правило, это вот что-то внутрь для того, чтобы облегчить состояние. Ну и в тяжелых случаях, пятый, вот здесь показано на рисунке, это оперативное вмешательство, то есть наложение каких-то структур, каких-то, слова не могу это брать, ну, пусть будет структур, да, в области лонного симфиза, да, для того, конструкции, чтобы закрепить, вот, чтобы дальше не приходило расхождение, да, чтобы таз был стабильным. Так, следующая патология, про которую мы должны обязательно сказать, у нас тоже про нее нету лекции, потому что она вроде бы, ну, не такая большая, как может быть там у нас ревматоиды, телесистемная красная волчанка, но на практике она встречается достаточно часто. Это ревматическая полимиалгия, заболевание, которым страдают, как правило, женщины, подавляющие большинство именем, в возрасте 50+, а чаще всего 70 или около 70+, и которая проявляется двухсторонней симметричной болью в тазовом и плечевом поясе. Причем начинаться, может, как с плечевого пояса, так и с тазового пояса. Вот здесь вот на картинке очень хорошо показаны те места, которые, как правило, болят при полимиалгии. То есть плечевой пояс будет включать область плечевых суставов и шею, а вот тазовый пояс, он включает в себя, как правило, ягодицы, нервную часть спины и вот эти вот боковые поверхности бедра. Боль будет иметь... Вообще ревматическое полимиалгии относится к группе системных аутоиммунных заболеваний, туда же, куда ревматоид натрит, системный красный волчанг, но оно более легкое и потенциально, но излечимое заболевание. Считается, что основой, основным звеном патогенеза является аутоиммунное воспаление, но не суставов, а вот этих вот мягких тканей. И поэтому болеть будут не только в области сустава, а болеть будут и в области, как бы рядом расположенной, да, поэтому болит мышцы плеч, могут болеть мышцы шеи, могут болеть мышцы бедер. Значит, боль носит воспалительный характер, то есть она беспокоит чаще всего с утра. С утра, когда пациенты проснулись и есть болевые ощущения, необходимо сопровождается скованностью, как правило, и необходимостью расходиться. Расходиться может быть иногда до полутора, двух, иногда до трех часов. Начинается эта патология обычно достаточно неожиданно. Есть довольно четкие корреляции, например, с перенесенными вирусными инфекциями или с вакцинацией живыми вакцинами. Я сейчас это говорю не к тому, что не надо вакцинироваться, безусловно, нет, но действительно такие случаи описаны, и в моей практике они тоже были. То есть когда подействовал какой-то триггер, чаще всего триггером является, мне кажется, все-таки инфекция вирусная, мы на фоне ковида, на фоне гриппа это видим. И пациенты иногда могут очень точно описать день, когда у них начались боли, то есть довольно-таки часто это начинается внезапно. Появляется боль, появляется какое-то ограничение движения из-за этой боли, может сопровождаться повышением температуры, снижением веса, синдромом астенизации, когда у пациентов прямо такое снижение настроения, утомляемость. Из-за боли может быть ощущение мышечной слабости. В принципе, бывает иногда проявление со стороны суставов при этой ревматической полимеологии, но опять же, позволю себе не углубляться, сказать, что основное это вовлечение тазово-плечевого пояса. Еще раз обращу внимание, что может начинаться либо с того, либо с другого, либо вместе. В некоторых случаях, опять же, поражение тазового пояса может сопровождаться воспалением тазоведных суставов, кокситом. Это будет видно при исследовании, и пациенты могут жаловаться на боли в области тазоведных суставов, то есть в паховой области. Такое тоже бывает. Для диагностики используются методики вот разрука и МРТ, потому что на рентгенографии у нас мягкие ткани видны не будут. Что наблюдается? Ну вот здесь картиночка нет, нету картинки. Как правило, мы видим воспаление мягких тканей. Если в плечах это, так называемый, подокрамиальный бурсит или поддельтовидный, если это в бедрах, это вот как раз вертельный бурсит или трахан, трахантерит. То, о чем мы с вами уже упоминаем, только он здесь будет с обеих сторон, и боль будет носить не механически, а воспалительный характер. Плюс для этих пациентов, есть у нас вот такие вот критерии классификации, посмотрите, для этих пациентов очень типичные, высокие уровни воспалительных показателей, это СОИ или С-реактивный белок. Они могут достигать прямо очень высоких цифр, СОИ до уровня 60-70. У меня один раз был пациент, у которого было 120 СОИ. С-реактивный белок тоже может достигать цифр до 100 мг на литр и даже выше. Ну и вот такие критерии у нас представлены, предложены. Очень важно, что для таких пациентов будет типичен отрицательный анализ на ревматоидный фактор ССП, то есть это не ревматоидный артрит, потому что если у них будет позитивный ревматоидный фактор, то мы скорее будем расценивать такого пациента, как пациента с дебютом ревматоидного артрита. Здесь он должен быть отрицательным. Вот. Почему об этой патологии, на этой патологии останавливаюсь? Потому что довольно большое число пациентов именно старшего возраста женщин плохо диагностируется вот с этой ревматической полимеологией. Пожалуйста, коллеги, запомните, женщины старше 50 лет с внезапно появившейся боли тазовой, возможно, плечевой области с температурой, снижением веса, высоким лабораторным показателем могут иметь ревматическую полимеологию. Лечится ревматическая полимеология во всем мире примерно одинаково. Есть одна основная группа препарата, это кортикостероиды. Я позволю себе схемку не комментировать, просто сказать словами. Кортикостероиды, если на фоне снижения кортикостероидов, дадутся обострение, то есть когда мы постепенно уходим и симптомы возвращаются, то мы добавляем какой-то второй препарат. Это может быть, например, препарат метатриксат или, например, ген-инженерно-биологическая терапия, препарат антиинтералекин-6. Но в целом заболевание считается приходящим и в идеале это примерно 12-18 месяцев приема глюкокортикостероидов с постепенной отменой и, в общем-то, человек дальше себя чувствует очень хорошо. Вообще полимеологию лечить – это одно из любимейших заболеваний ревматолога, потому что мы здесь выступаем в роли волшебника. Эффект от кортикостероидов очень хороший. Обычно в течение первой недели процентов на 80 боли уходят. И вот представьте себе, вам приходит женщина, которая абсолютно разбита, она не знает, что происходит, не понимает, до этого она была абсолютно здоровой, была активный образ жизни, и вдруг в течение недели-двух-трех она стала абсолютно как бы немобильной, потому что у нее все болит, у нее температура, у нее какие-то высоченные показатели соли, и вообще никто не знает, что с ней. Ее там обследовали на онкологию, ничего не нашли, инфекции никаких нет, антибиотики не помогают. И тут вы, и тут мы ревматологи, такой волшебник, который говорит, сейчас все будет, это полимеология, я вам дам волшебную таблеточку, у вас все пройдет, проходит 3-4 дня, и действительно все проходит. И тут, конечно, полимеология в этом плане очень благодарна, очень такое заболевание, ну, для ревматологов приятное. Но здесь очень важно ориентировать пациентов на то, что они принимали все-таки кортикостероиды долгое время, потому что если они их сразу берут, то вся симптоматика вернется. Так, давайте сразу следующий вопрос. Удается ли полностью отменить кортикостероиды у пациента даже при рекомендации с методексатом? Ну, в большинстве случаев да. Вот здесь главный момент, Наталья, не торопиться. У меня есть пациенты, которые мы с пятого раза убрали кортикостероид, с пятого, да, то есть мы делали 5 заходов на попытку снижения. Есть у меня пациенты, которым долго приходится пить методексат. Вот сейчас мне дается женщина, она, мы с ней знакомы, с 2017 года, когда мы ей поставили полимиалгию. Вот, и она принимала кортикостероиды, потом добавили методексат, потому что у нее симптоматика тут же возвращалась на снижение дозы кортикостероидов. Потом я ее потеряла из виду, она принимала методексат примерно где-то до 21 года, его убрала, все было хорошо, и в 20-м году у нее возвращается симптоматика. Но тут она уже как бы женщина опытная, она тогда меня не смогла найти, она сама назначила себе кортикостероиды и дала методексат, ей опять стало легче, с кортикостероидов сама ушла, мы сейчас на методексате. Но повторюсь, вот здесь, Наталья, очень хороший результат. Все-таки, если вдруг такие пациенты, кто прям не может уйти, антиинтерлекины 6 классно работают. Это показания оффлэйбл, этого нет показаний в инструкции, но работы такие по тоцеллюзумабу есть. Мы знаем, что сейчас у нас есть наши российские препараты Олодизумаб и Ливеримаб. Это те же самые интерлекины 6, и можно ими пробовать лечить полимеалгию. Так, пойдемте дальше. Но для того, чтобы нам перейти к следующим двум патологиям, которые будут заключительным, но про одну я расскажу более подробно, мы здесь должны с вами вспомнить вообще о том, какие боли бывают. Не стало тут уже приводить определение боли. Мы знаем, что это ощущение дискомфорта не только физического, но еще и психологического, эмоционального. И мы сейчас дальше скажем о том, что вообще теория ведения боли, теория лечения боли сейчас, она предполагает биопсихосоциальный подход, вот так называемый. Но с точки зрения, давайте так, разделение на основные категории боли делится на острую хроническую. Острая чаще, она более благополучна с точки зрения прогноза, она является сигналом опасности, не длится больше трех месяцев, и хорошо купируется приемом соответствующих препаратов. А есть боль хроническая, которая составляет всего 20%, но это те пациенты, которые дольше всего к нам ходят, когда боль начинает жить уже по своим законам, и она сама себя провоцирует. Каким образом, мы сейчас проговорим. И эта боль плохо поддается стандартной терапии. Факторами риска развития такой хронической боли, посмотрите, это возраст, социальные факторы, предшествующий болевой опыт, аффективные состояния, если привозить на меня острые боли, злоупотребление алкоголем и лекарственными средствами и наличие компенсационных выплат. В чем же здесь суть? А суть в том, что есть разные механизмы образования боли. Первая боль, самая понятная, это боль так называемая ноцецептивная. Это та боль, которая воспринимается периферическими ноцецепторами. Ноцецепторы – это рецепторы, воспринимающие различные воздействия. Тепло, холод, вот они здесь изображены слева. Тепло, холод, кислоты, какое-то что-то ударили, повреждения. И эти же самые рецепторы, они воспринимают воспалительную боль. То есть если вырабатываются факторы воспаления, мы их называем медиатор воспаления, то эта боль, эти медиаторы, они улавливаются вот этими ноцецепторами. Дальше, то есть что-то где-то здесь раздражено. Дальше этот импульс нервный идет в задние рога спинного мозга, переключается на передние рога и дальше идет в центральную нервную систему. Мы поднесли руку к утюгу, утюг горячий, все это мгновенно воспринималось рецептором, мы руку, головном мозгу пришел сигнал, все, руку надергиваем и руку отдергиваем. Появилась у нас какая-то травма, мы бежали, бежали, где-то упали, получилась царапина, рецепторы у нас это все восприняли, мозг почувствовал, мы понимаем, что надо что-то делать, здесь травма, значит нужно что-то там пластырьную. Точно такие же рецепторы есть в внутренних органах, желудок, кишечник и так далее. То есть если у нас, например, какое-то расстройство пищеварения, какая-то инфекция, например, токсикоинфекция, у нас идет, положим, большое количество токсинов формируется, начинается растягивание кишечника, опять же эти рецепторы, они все активизируются, мы это снова чувствуем. Это самая понятная, ноцицептивная боль. Второй, тем более, это боль нейропатическая. Мы ее с вами сегодня уже упомянули, когда говорили про радикулопатию. То есть эта боль связана с тем, что поврежден путь вот этот вот, до спинного мозга или от спинного мозга до центральной нервной системы. Это могут быть разные варианты, например, такой самый понятный, вот радикулопатия, когда есть грыжи, например, или там, предположим, артроз, который зажимает спинномозгового корешок, и боль она будет идти по пути вот этого спинномозгового корешка. Или, например, пациенты с цахарным диабетом. У них происходит потеря нейлиновой оболочки, то есть оболочки, покрывающие нервные окончания, и в силу этого у них появляются различные ощущения. Парастезии, мурашки, онемения и так далее. Или, например, есть такое заболевание, как серинга нейлия, когда идет повреждение спинного мозга, и человек, наоборот, перестает чувствовать боль. И он может абсолютно спокойно прижаться к утюгу и не заметить, что у него болит, и для этого пациентов опасно достаточно. Чем эта боль отличается нейропатической? Она отличается тем, что для нее типичный симптом плюс и симптом минус. Симптомы плюс – это усиление чувствительности, симптом минус – снижение, соответственно, чувствительности. Вот есть, например, симптом плюс, есть такой симптом, как аллодиния. То есть это боль при воздействии неболевого стимула. Например, человеку по коже проводят перышком, а он кричит от боли. Ну, то есть понятно, что здесь боли быть не должно, но человеку больно. Вот это типично для нейропатической боли. Ну и, наконец, третьи те боли, которые раньше называли психогенной, центральной, сейчас мы называем его дисфункциональной боль. Иногда еще говорим центральной сенситизацией. То есть эта боль связана с нарушением восприятия, с нарушением обработки боли. Потому что, как мы уже упомянули, все, что у нас находится, случается на периферии, это все перейдется в центральную нервную систему, и там идет обработка боли. И там, по сути дела, есть, ну давайте так, два главных регулятора. Есть те отделы, те нейроны, которые воспринимают эти ощущения с периферии, а есть и нейроны, которые регулируют вот эти вот ощущения. Например, когда у нас что-то болит, случилась острая травма, у нас сигнал пошел в центральную нервную систему, там у нас это восприняли, определенный участок мозга, что там вот внизу случилась какая-то опасность. И центральная нервная система будет на это место обращать больше внимания, да, скажем так. То есть туда будут идти импульсы нисходящие, что ага, там нужно туда, нужно послать противовоспалительный медиатор, там должно заживать, там что-то еще. И это как бы потом, когда там на периферии все зажило, вверх опять пришелся на доступ, все окей, рецепторы не раздражаются, все у нас хорошо, все, центральная нервная система успокоилась, свою работу сделала. Вот это вот соотношение между восприятием боли и ответом на нее, оно в равновесии. Что происходит при формировании дисфункциональной боли? Она называется дисфункциональной, потому что она предполагает дисфункцию центральной нервной системы. Что-то на периферии раздражено, но раздражено, например, сильнее, чем это должно быть, то есть воспринято сильнее, чем есть на самом деле, и в центральную систему пошли более сильные сигналы, и в самой центральной нервной системе вот эта обработка произошла не совсем корректно. Вместо того, чтобы вниз опускаются сначала стимулы вниз, она как бы воспринимает более интенсивно эти боли, то есть те нейроны, которые воспринимают эту боль в центральную систему, они делают это более активно. Она получается, ощущение сильнее, чем это есть на самом деле, то есть небольшое повреждение, а ощущение более сильное. И получается так, что мозг начинает на эту зону обращать все больше и больше внимания, а там тоже все сильнее болит, снова этот сигнал идет наверх, и получается вот такой вот прочный круг. На периферии болит, в центре понимают, что ага, там болит, надо туда все время еще и еще и еще посылать импульсы, там снова болит, и вот это все идет наверх. И вот в формировании такой дисфункциональной боли как раз участвует не только непосредственно вот то повреждение, которое есть, но участвует и предыдущий болевой опыт, и так называемый копинг-стратегий, то есть то, как пациент привык бороться со стрессом, его окружение может влиять, потому что, как стало сейчас, как известно сейчас, огромное количество на самом деле отделов мозга отвечает за формирование боли. И поэтому сейчас идет такой био-психосоциальный подход, вот он, то есть это подход, который основан на комплексном взаимодействии различных составляющих болей, не только биологических, да, что вот тут вот раздразилось, раздразнилось что-то, да, а там сверху не так отреагировал, но еще и психологические социальные составляющие, и они все вместе комбинируют восприятие и реакцию отдельной личности на боль. Я думаю, что и коллеги-пациенты это видели очень хорошо, бывает так, что, ну, вроде бы большая травма, человек говорит, да нет, все нормально, все окей, как бы все хорошо, да, и кто-то вообще не склонен к формированию вот таких вот хронических болей. А бывает другая ситуация, приходит пациент, и там вроде бы все окей, никаких больших патологий нет, но при этом, но при этом болит очень и очень сильно. К формированию вот таких дисфункциональных болей, скажем так, предрасполосно довольно большое число людей, порядка 20-25% по данным разных исследований. Это тоже особенность определенного настроения центральной нервной системы. У кого-то это может протекать в относительно легком варианте, а у кого-то, у 3-4-5% населения, это может выражаться довольно выраженным болевым синдромом, причем эта боль может быть в разных абсолютно органах, вот, и это приведет к врачу. Если говорить про ревматологию, ну и вот, а может быть вообще смешение вот этих болей, да, то есть это вот может быть боль, но циципативная, чисто, может быть, чисто нейропатическая, может быть, чисто дисфункциональная, а может быть вообще смешанная боль, когда есть все компоненты. Если говорить про ревматологию, то примером вот такой вот дисфункциональной боли самым ярким примером является фибромиалгия. Фибромиалгия, которую под последним КБ-11, не принято в Российской Федерации, но, тем не менее, существующая, относят к первичной хронической скелетно-мышечной боли. Сразу обращаю внимание на что? Какое огромное количество сопутствующих состояний и заболеваний есть вместе с фибромеллогией. То есть, по сути дела, фибромеллогия – это генерализованная боль. Когда есть боль во всех четырех квадратных телах. Правая, левая рука, правая, левая нога и туловище. Но при этом могут быть еще такие симптомы, как нарушение сна, депрессия, проблемы с кишечником, головные боли, какая-то непонятная слабость, нижняя страница и так далее. Основным симптомом будет распространенная постоянная боль. Та боль, которая имеет, скажем так, недифференцированный характер, она может проходить в абсолютно разных ситуациях. Может сопровождаться усталостью и невосстанавливающим сном. Опять же, вот здесь я забыла сказать, должна обязательно об этом сказать. У нас есть очень, я сейчас буквально очень поверхностно прохожусь по разным типам боли и профибромеллогии, в том числе, коллеги, у пациента у нас есть чудесные две лекции абсолютно. Их читала Ольга Вячеславовна. Одна лекция была в 21-м году, это фибромеллогия и психосоматика в ревматологии, а в 23-м году хроническая боль. Там очень подробно как раз вот про эти механизмы боли, про то, откуда она берется, чем проявляется, было рассказано. Поэтому я позволю себе, наверное, вот здесь, так скажем, менее подробно уже рассказывать, а послать вас, что называется, на другие лекции, которые можно посмотреть и эту информацию получить. Вот, есть критерии фибромеллогии, да, которые у нас основаны на том, что мы просим пациентов сказать, где у них болит, просим еще их, спрашиваем, задаем еще несколько симптомов о том, какие у них жалобы есть. И если набираем определенное число баллов, то говорим, что это вот такой генерализованный болевой синдром. Ну и вот теперь мы подбираемся к той теме, к заключительной теме сегодняшней нашей лекции, это синдром хронической тазовой боли. По сути дела, почему я вот здесь подвела к нему через фибромеллогию, потому что синдром хронической тазовой боли, это, по сути дела, тоже дисфункционально расстройство. Посмотрите, исходя из определения, это наличие постоянных или повторяющихся эпизодов боли в области таза, которые длятся 6 месяцев и более, которые могут быть связаны с симптомами дисфункции нижнего отдела мочеводелительного тракта, нарушением половой функции, кишечной, либо гинекологической дисфункции, при этом в отсутствии доказательств инфекционного заболевания или какой-либо другой верифицированной патологии. То есть получается, что опять же, как и в случае с фибромелгией, когда у нас боль есть, а ничего мы не видим, как бы какого-то повреждения, здесь то же самое, боль в тазу есть, но какой-то патологии верифицированной мы не находим. Делится этот симптом хронической тазовой боли на первичную и вторичную. Первичную, возникающую, ну что называется, из ниоткуда. Вторичную, это возникающую на фоне каких-либо других заболеваний. Если говорить, опять же, откуда, где рекомендации, можно поискать по хронической тазовой боли, то это, конечно, основное, это Европейская ассоциация урологов, это самая, наверное, организация, которая дает самые актуальные, самые такие объемные рекомендации именно по хронической тазовой боли. Можно их почитать, они абсолютно в свободном доступе, есть там покет-гайды, то есть краткое содержание есть, и полные рекомендации, пожалуйста, коллеги, изучайте. Вот, а теперь, какие факторы риска, да, опять же, часто ли вообще встречается, по статистике встречается очень часто, да, сразу скажу, если говорить в общем-то, вот мы дальше тут затронем вопрос диагностики, диагностика, основной момент какой-то, исключение каких-то органических причин, это какие-то новообразования, инфекционные процессы, патологии кишечника, патологии костно-мышленной системы, если все везде исключено, то называется синдром первичной хронической тазовой боли, так, дисфункциональной расстройства. Какие есть факторы риска, вот у этой появления, вот у этой хронической тазовой боли? Посмотрите, факторов огромное количество, это могут быть демографические факторы. Вот здесь самая важная колонка, это вот эта вот, которая написана ОР, называется это отношение шансов, то есть это то, во сколько раз данный фактор повышает риск развития вот этих вот самых синдромов, дисминореи, хроническая тазовая боли и диспарионики. Если мы видим, что демографические факторы возраст до 30-50 лет, то есть люди молодого возраста женщины более склонны, индекс массы тела ниже 20, то же самое, да, высокий социально-экономический статус, как ни странно, повышает шанс. А вот стабильные отношения в браке, то, что меньше единички, значит, наоборот, снижает шансы развития данных синдромов. Следующее, социальные и внешние факторы, что хуже всего, злоупотребление алкоголем или наркотиками. Работа на мясоперерабатывающем комбинате, в холодных условиях, на текстильном присутствии, то есть достаточно тяжелая работа, связанная с холодом, либо связанная с длительным положением стоя. Курение есть небольшой, а вот высокая физическая активность и потребление рыбы и морепродуктов, наоборот, имеют благоприятное действие. Акушерско-гинекологический анализ, возраст менархи до 12 лет, то есть раннее наступление менструации. Большое количество беременности, ранние первые роды уменьшают риски. Крикортина выкидыша в анализе увеличивает риски, нерегулярный менструальный цикл увеличивает, длительность высокого менструального цикла тоже увеличивает эти риски. Далее, какие могут быть факторы? Опять же, вот объем менструальной кровопотери, предменструальный синдром, может увеличить риски развития этого синдрома, хронической тазовой боли, стерилизация в анализе, а вот прием коков, наоборот, уменьшает. Кесаревое сечение увеличивает, эндометриоз, пачечный болезнь также точно увеличивает, и, наконец, психологические факторы. Посмотрите, да, что мы здесь видим, все психологические факторы увеличивают риск развития синдрома хронической тазовой боли. Это и сексуальное насилие, и эмоциональный забаланс, и наличие депрессии, и какой-то повышенной тревожности, и соматизация, то есть наличие каких-то соматических жалоб, опять же, то есть жалоб, например, на органические заболевания, когда мы не видим самой патологии. То есть это все, все психологические факторы будут увеличивать риски развития этого синдрома хронической тазовой боли. Выделяют несколько подтипов, фенотипов так называемых синдрома СПХТБ, синдром первичной хронической тазовой боли, и они запоминаются по такому немонаме Ю-ПОИЦ. Ю – это мочевые симптомы, урологикал, П – психологические симптомы, психологикал, О – буква «органоспецифические симптомы», то есть связанные, например, с, предположим, циститой, какие-то боли, мочевые пузыри, боли кишечники, предположим. И это инфекционные симптомы, например, развитие симптомов, подобных циститу. Н – неврологические либо системные симптомы, например, те же самые ощущения парастезии, мурашек, жжения. И Т – это мышечное напряжение, бывает еще иногда С – это сексуальные симптомы, то есть нарушение какой-то сексуальной функции. То есть синдром первичной хронической тазовой боли может проявляться различными симптомами, может быть их сочетание между собой, то есть у одного из пациентов, например, у пациентки может быть нарушение, предположим, какие-то боль при мочеиспускании, может быть какое-то сженье, может быть ощущение онемения, предположим, мышечное напряжение. Может быть у кого-то, наоборот, психологические симптомы, сексуальные симптомы сочетаться. Может быть какая-то только одна группа, но вот такая вот мнемонема, U-Point, она существует, и она предложена как раз-таки в Европейской ассоциации уробок. В плане диагностики, да, еще раз повторюсь, что очень важный момент – это отличить вот именно полностью дисфункциональное заболевание, то есть когда у нас нет никакой органической причины, нет никакой патологии действительно, да, когда мы считаем, что это действительно связано с нарушением восприятия, сенситизацией так называемой от реальной причины типа опухоли, воспаления и так далее. Что мы здесь можем использовать? Посмотрите, это факторы из истории заболевания. Если у нас боль спазматическая, да, в тазу, тазовая боль, то мы подумаем о воспалительной заболевании кишечника, таких как болезнь кровоноязвенный колит, либо синдром изображенного кишечника. Если горячая, жгучая, похожая на дартоков, радикулопатия. Если сколебание в зависимости от натурального цикла, да, то тут гинекологическая патология. Если она не связана, соответственно, тут, например, спайки, циститы и так далее. Если есть различные виды кровотечений, да, посткоитальная, после полового акта или после менопаузы кровотечений, то мы думаем о злокачественном образовании. Вообще, если возникает боль после менопаузы уже в тазу, это тоже всегда опасно в плане злокачественного образования. Председующая операция на брюшной полосе, спаечная болезнь, не объясняю, потеря веса, тоже подозрена злокачественного образования, либо системную какую-то патологию. При физическом обследовании что может найти? Как правило, из пациентки вот такие, конечно, придут к гинекологу, да, и здесь может быть образование придаток, увеличенная болезнь на матках, отсутствие подвижности при бануальном исследовании, боль при пальпации спины либо таза, болезнь мышц тазового дна и так далее. Есть такой вот положительный симптом корнета. Давайте я позволю себе сейчас перелистнуть вот этот вот слайд и привести вот эту картинку синдрома корнета. Что это такое? Когда пациент лежит на спине, поднимает ноги, посмотрите, а исследователь кладёт палец на болезнь участок живота, ну вот эта вот нижняя часть живота, да, то, что уже как бы к тазовой этой области будет относиться, и при этом определить, увеличивается ли, а ноги подняты, да, то есть мышца сокращена. Если это неофасальный синдром, то есть мышечный какой-то трегер, да, мышечный спазм, то боль, скорее всего, будет увеличиваться, потому что мышцы брюшного пресса напряжены, да ещё на них давят, то, соответственно, будет боль. А если это патология какая-то висцеральная, то есть патология внутренних органов, то боль не усилится, то есть она может быть, но она не будет усиливаться при таком давлении. Это вот такой вот тест корнета, который позволяет отличить вот мышечный, да, какой-то мышечно-тонический синдром от поражения внутренних органов. Дальше возвращаемся, да, что ещё может быть, кроме вот этого симптома корнета? Какие-то образования, аномалии крестцово-маточных связок, бульварная боль, это будет типично для вот тех патологий, которые здесь приведены в правом столбе. То есть если что-то вот из этого найдено, то мы должны исключить то, что, то патология, которая вот здесь вот справа приведена. Если диагностические исследования выявили, например, гематурии, то есть появление крови в моче, то тут, конечно, будем думать либо про тяжелость, либо злокачественного образования мочевой системы. Если какие-то объёмные образования на УЗИ, то опять же в плане новообразования будем исключать. Если всё вот это вот исключено, да, но при этом есть тазовые боли, то мы будем быть в синдроме первичной хронической тазовой боли. Ну вот такая вот схемка, если мы в целом её опять же нарисуем. Это рекомендации Американского общества врачей-терапевтов. Очень они хорошие, кстати, в плане, в принципе, у них очень много полезной информации. Вот они дают такую схемку. Посмотрите, так хроническая тазовая боли. Адамность и физикальное обследование, вот то, что мы сейчас с вами проговорили. Если есть красные флаги, если они есть, то тогда обследуем для исключения каких-то специфических заболеваний. Если красных флагов нет, оцениваем. А есть ли какие-то симптомы специфических заболеваний? Вот они здесь, да. Вот здесь мы их с вами сейчас все проговорили. Вот они, эти симптомы, да, я позволю себе вернуться. Если этих симптомов нет, то если эти симптомы есть, опять же мы ищем специфическую причину. Если этих симптомов нет, тогда предлагается выполнить базовое обследование. Базовое обследование – общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ нахламидеозгонореи, узиорганок малого таза. Если там не норма, то есть что-то нашли, там тоже самое образование, то опять же мы лечим и обследуем. Если ничего не нашли, тогда, возможно, предлагаем ляпорскопию. И опять же от ляпорскопии там тоже идут 2 стрелочки. Если что-то нашли на ляпорскопии, опять лечим в специфическом состоянии. Если на ляпорскопии ничего не нашли, то мы говорим это синдром первичной хронической тазовой боли и нужно использовать другие методы терапии. А что использовать? Давайте мы сейчас с вами посмотрим, Какие рекомендации есть по ведению пациентов с этой болью, это статья уже наша российская, но это перевод практически европейских рекомендаций Европейской ассоциации урологов. Итак, если нет четкой этиологии, то есть все обследовали, ничего не нашли, то тазовую боль следует рассматривать как региональный болевой синдром или функциональный синдром, то есть это вот опять те самые дисфункциональные боли, про которые мы с вами только что говорили, и необходим биопсихо-социальный потолок в день таких пациентов. То есть мы не просто даем им противовоспалительные препараты, ага, ось поможет, а мы должны здесь выяснить их психологические характеристики, их социальные характеристики и уже работать с ними в том числе. Второе, если есть прилики тревожного сигнала, то есть красные флаги, тогда, конечно, мы будем смотреть на предмет инфекции, на предметного образования. Третье, если боль сильная, диагноз это неясный после инструментального лабораторного исследования, то нужно направить на ляпороскопы. То есть УЗИ сделали анализы крови, сделали все окей, на ляпороскопе. Четвертое, у некоторых пациентов длительный прием к оральных контрацептивах может снизить интенсивность кровопотери и проявление дисминарии, что может оказать положительный эффект. Ну и пятое, есть ограниченные данные об использовании различных препаратов для лечения этой хронической тазовой боли, мы сейчас это посмотрим. Итак, какие препараты в целом могут это использовать? Значит, опять же, здесь идет деление по типам боли. Помните, мы с вами говорили, вот ноцицептивная боль, да, рецепторы раздражаются, боль возникает, четкая, понятная боль. Это вот боль соматическая, воспалительная, нестероидно-противоспалительная. А здесь вот мы можем использовать препараты. Второй тип боли нейропатическая. Посмотрите, здесь могут быть использованы такие препараты, как габапентин или прегабалин, а также комбинация, например, габапентина с амитрептилином. Для такого же типа боли можно использовать препараты из группы, мы их называем антидепрессанты с противоболевым эффектом, но правильно называются они селективный ингибитор обратного захвата сертонина, но адреналина, такое длинное название, либо трициклические антидепрессанты. Это такие препараты, как дулоксетин, венлофоксин или, например, амитрептилина. Если боль сопровождается депрессией, тогда мы будем использовать именно антидепрессанты с противодепрессивным эффектом. Это препараты ингибитора захвата сертонина, например, флуоксетин, пароксетин. Если у нас есть циклические типы боли, то здесь, конечно, работа в первую очередь гинекологов с подбором терапии. Ну и если совсем-совсем хронически, но не злокачественные, да, и очень эффективно, то вплоть до опиотов. Ну вот справа здесь приведены комментарии, если так в целом сказать, что в целом как бы вот такой, единого препарата или единой группы препаратов для лечения синдрома хронической тазовой боли первичного его нет. Потому что, ну да, есть определенные данные по разным группам, где-то что-то более эффективно, но вот какой-то волшебный таблеток, к сожалению, не существует. Так же, как и при других дисфункциональных болевых синдромах, встречающихся в других, да, и при фибромиологии, в ревматологии, при там синдроме ртажонного кишечника, например, при гастроэнтерологии. Для лечения вот этого синдрома первичной хронической тазовой боли единой схемы лекарственной нет. Что может использоваться еще, кроме лекарственных препаратов? Посмотрите, да, вот она, препарат, мы здесь с вами сказали. Это когнитивно-поведенческая терапия, то есть работа уже с психотерапевтом. Это вот, смотрите, что здесь предлагается, глубокое дыхание, тренировка мочевого пузыря, техники для расслабления мышц тазов в днах. Дальше, неофасциальная терапия, то есть работа с мышцами, да, это улучшение мышечной суставной ригидности, это электростимуляция мышц, да, это лечение по типу обратной связи. И это хирургические методы лечения в сложных случаях, какая-то вестибулоктомия, то есть, опять же, гибель там нервных окончаний, вот она разрушит нервные окончания, отвечающие за иннервацию мочевого пузыря, какие-то имплантации электродов, но это уже, конечно, будет методом, ну, так скажем, последнего выбора. А так вот здесь сочетание между препаратами, когнитивно-поведенческими, миофасциальной терапией, и здесь может быть еще и подбор упражнений каких-то физических, ну, и хирургия как заключительное мероприятие. Это вот что касается синдрома первичной хронической тазовой боли. Ну вот, наверное, коллеги, то, что хотела сегодня рассказать, немножко подробнее остановилась вот про хроническую тазовую боль, про дисфункцию лонного синфиза, то, что может прийти в том числе к врачу-ревматологу, не только к ревматологу, а к терапевту. Вот, я здесь подробно не углублялась, конечно, вот в эту гинекологическую условию, да, гинекологическую историю про синдром хронической первичной тазовой боли. Немножко рассказала просто в общем, чтобы было ясно, что есть такой синдром, нужно его тоже как бы иметь в виду, могут быть разные абсолютно проявления, но чаще всего с ним, конечно, берут женщины, безусловно, хотя и мужчины тоже есть с этой тазовой боли, но число мужчин все-таки поменьше. Напоминаю, что можно не только у нас, давайте, оставлять идеи для школ, но еще мы очень приветствуем, я сейчас оставлю ссылочку, да, как всегда мы приветствуем отзывы о наших прошедших школах, если у вас есть буквально три минутки, пожалуйста, ответьте, если у вас идеи есть для школ, тоже нам пишите, можно писать прямо под видео, мы, в общем-то, читаем, просматриваем и иногда идем на встречу, безусловно, пациентам, вот, ну, а я благодарю вас за внимание, если какие-то вопросы есть, давайте я подожду и, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них постараюсь ответить, вот, ну, а пока покидайте мне огоньков, если было интересно и полезно, я надеюсь, что вам пригодится это, ну, кому-то пригодится в работе, кому-то пригодится для себя, может быть, да, кто-то у себя даже какие-то симптомы нашел, вот, вообще, огромное спасибо за внимание, что слушайте нас, посещайте наши школы, вот, мы работаем для вас, безусловно, мы работаем для наших пациентов, вот. Так, ну, вот вопросов пока не вижу, кто-то печатает, не печатает, нет, вроде бы, здесь тоже вверху нету, так, одно сообщение, какие-то там, вот, стикеры, да, так, ну, тоже пока не вижу, ну, хорошо, давайте тогда, раз я вопросов не вижу, еще раз повторюсь, можно всегда их задать под видео, у нас просматривают их, да, администратор, не администратор, да, Эдна Сергеевна помогает всегда нам здесь с этими вопросами, и мы на них отвечаем. Так, вот спортивные травмы, шинсплит, хамстинг, да, вот как раз вот эта вот тема, и хочу я ее в сентябре затронуть, потому что хамстинг, шинсплиты, это тоже имеет отношение к спортзалу, и я думаю, что, конечно, мы про них поговорим, это частая проблема, вот, есть такая идея, поэтому через сентябре встретимся. Вот, ну, все, спасибо огромное всем за внимание, к нашим школам, хорошего вечера и до новых встреч. Напомню, что через две недели, локальная национальная терапия, Ольга Вячеслава Теплякова, пожалуйста, записывайтесь, регистрируйтесь, будет, я думаю, что очень интересно и, безусловно, полезно. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Продолжение следует...